Для этой бригады Мупаку не существует плохой погоды. Мороз или жара под 40, дождь или снег. В любое время года они ежедневно выходят на побережье, чтобы держать в порядке пляжную территорию. Они вместе работают уже много лет. Обязанности распределены четко. Каждый отвечает за свою зону. В день этот женский коллектив убирает более 10 километров ханапских пляжей от ЖМТ до Витязева. Новогодние праздники не стали исключением. Утром выходили, смотрели, берег проходили, мусорные баки проверяли. Больше всего мусор идет с моря, когда шторм. Идут и бревна, палки, и бытовой мусор. Там, где санитары пляжей не справляются физически, на помощь приходит спецтехника. Большие бревна и другой крупногабаритный мусор вывозятся при помощи тракторов и самосвалов. Всего в этой работе задействовано 4 единицы техники и более 25 человек. Действуют двумя группами. Фактически уборка проводится вручную. После вывоза основных отходов песок тщательно барануется. Это позволяет сохранять поверхность пляжей ровной и комфортной для прогулок. На данный момент погода нас балует, конечно. Не было такого у нас прям сильно массового... Был выброс, конечно, штормового мусора, ну, как бы немного месяц назад. Сейчас погода нам позволяет, в принципе, и работать, потому что нет сильных холодов, нет сильного ветра. Это дождик, как правило, вот заметно по берегу, люди гуляют, не пугает, не отталкивает от прогулок, поэтому сейчас как бы нам легче немножко, чем в прошлом году. В прошлом году было сложнее. Анапа уже давно стала курортом круглогодичного цикла. Отдыхающие посещают знаменитые анапские пляжи в любую погоду. А это значит, что и содержаться в идеальной чистоте они должны и летом, и зимой. Безусловно, берег чисто ухожен. Это какое-то достояние. Очень непривычно для песчаного берега чисто прозрачное море. Специально мы на это смотрим. Прям, скажем, впечатляет. Чувствуется, что появился, по всей видимости, хозяин, который смотрит за порядком. Люди еще гуляют до Старого Нового Года. Побережье чистое, приятно, нет никаких. Ну, надеемся, что этот год, несмотря на то, что он высокостный, приезжих и отдыхающих будет много. Сюда дети приезжают, знакомые, близкие. Здесь хорошо. В период новогодних праздников рабочие собрали и вывезли более 150 тонн мусора. Но, по прогнозам специалистов, основные морские выбросы еще впереди. В конце февраля, в начале марта разливаются реки, впадающие в Черное море. Именно они несут основной природный мусор. Бывает, что на берег шторм выносит стволы деревьев диаметром более полутора метров. Однако в Мупаку заверили. И к подобным сюрпризам природой они полностью готовы. Руслан Душевский, Анапа, регион.